всем привет ребята ну что завтра нас ожидает обнова и на тайваньском сервере она будет как обычно там в районе 12 мск есть список нововведения что будет добавлено скорее всего это будет жесть опять же надо будет куча ресурсов в общем поехали по основным спискам я сейчас вам открою все взято с тайваньского форума давайте так себя уберу сюда так поехали ожидается 800 самов будет в общем поехали первое зал славы добавлю что это такое пока неизвестно скорее всего это будет новая локация не знаю посмотрим а что за зал славы будет изменен стартовая загрузка годовщина то есть рисунок стартовый по сути это честно говоря фигня но дальше будут добавлены 9 9 эмблемки то есть это вот это уже реально жесть дальше новый герой ну как обычно в принципе вот единственная переводится он крыло шторма новый герой так сейчас посмотрим тут ребята переводили уже крыло бури называться он будет так наносит для каждого поля случайном порядке уральских юнитов наносит реального урона недопустимо уменьшение урона короче снижение урона недействителен скорее всего это массовый герой будет так а ну сейчас секунду я посмотрю крыло бури имя навыка взрыв ветра интересно будет донат и не донат и ну просто 9 эмблемы ребят это уже будет просто жесть без донат и еще больше короче займу хотя в принципе какая задница и так жопа полная в игре так реального урона то таки снижение недействительное нанесенного русским денисом течение значимого использует лечение себя в общем он будет себя восстанавливать от урона то есть это хиллер будет ну он себя будет хилить скорее всего он будет станет но вот этот его буря будет либо там обездвиживать имеет иммунитет имеет к замерзанию окаменению тишине нифига себе к саморазрушению походу и к вычету энергии то есть у него но только к стану я не вижу по сути это будет обалденный герой который будет против бигфута против лазули обалденно стоять на лазуре не получают урон поэтому будет наносить имеет к оглушению посмотрим посмотрим интересно интересно так новые скины на драконный король и готическая сестра ну готическая сестра это стрелок по сути это вы уже видели я показывал скин на дракона вот это вот интересно на какого дракона новый питомец булимия переводится здесь ну в общем посмотрим как он будет на русском называться еще неизвестно так что он будет делать когда ближайший герой подвергается нападению дракона джора становится героем следующие нифига себе становится героем в следующие 10 секунды обеспечивать защиту от травм а герой увеличивает то есть он будет добавлять атаку во время щита чит не снимается блин по сути новый имбовый пэт будет что сказать посмотрим завтра так что у нас еще добавлено странно у нас не добавлено талантов никаких что такое джи что с вами случилось так оптимизация территории альянса то есть будет какая-то оптимизация еще что-то интересное возможно добавят это интересно ну по-любому это по гильдии скорее все по гильдийские локации будет так лимит пожертвования альянса подарочные наборы случайно получите так верхний предел пожертвования альянса доведет до 2 вт скорее всего будет увеличение пожертвований потому что качать нереально долго нереально сложно так а верхние хранители альянса до 20 до 20 раз посмотрим то есть будет улучшение какое-то по поводу смотрителей у хранителей смотрителей так увеличена подарочные наборы раш испытывает корректировку списка лидеров посмотрим что это такое так хорошо дальше указаны формирование арены поле через количество героев боях ну в общем плюс одно место и плюс 10 мест на складе что я могу сказать и что вы можете сказать напишите в комментах что вы думаете по поводу обновы но в реальности не знаю как то как то и вроде и ничего такого интересного у нас не добавили и в то же время 9 эмблемы мы к этому в принципе готовы были я уже не раз говорил что это будет вот оно и случилось скорее всего там надо будет очень много класс красных кристаллов и реально перекачивать восьмерки хотя я смогу это делать у себя на английском сервере так как у меня 30 прорывами не только надо будет прокачать этого героя и я смогу качать 9 эмблемки у меня куча есть сумок это в принципе не проблема по поводу нового героя очень интересно будет и питомца будет ли он донатным не донатным пишите что вы думаете по этому поводу но скорее всего что как обычно они уже должны сделать то есть это уже будет сто процентов либо там либо там потому что они без этого нету не новых талантов только два скина добавят нам в принципе это нормально это терпимо но вот единственное что это 9 эмблемы я не знаю это просто жесть будет ребят интересно сколько надо будет красных кристаллов и наверное какие-то новые камни надо будет на прокачку ну новый герой это понятно как обычно вот единственное главное чтобы он не был но хотя у него столько иммунитетов что он скорее всего будет донатным у меня такое чувство что они выпустят очередную имбул посмотрим посмотрим на это по поводу что там у нас еще в принципе оптимизации альянсов это такое ну храм славы вот это интересно что это будет это будет новая локация какая-то или непонятно то есть мы посмотрим что это такое но в любом случае это тоже будет очень интересно принципе все по обнове я не знаю как-то странно что они не добавили там не чар никаких все как обычно как-то скудненько питомец девятые эмблемки которым мы в принципе частично были готовы я уже ожидал что будет увеличение левела пэта ну как-то его таки не ввели оптимизация по поводу построек ну в принципе это нормально надо надо гильдийские какие-то локации улучшать там можно конечно много намного больше сделать но по поводу того что нету талантов как-то это очень реально странно нету новых чар тоже странно хотя в принципе одна чарка была но они могли с таким успехом чар завести у меня уже в дальнейшем я уже ожидаю что дальше будут созвездия скоро новые либо их будут продавать по сути остается на английском только героя получите все и аккаунт все равно будет стоять мне донатить уже больше некуда все и так на максималке вот не знаю посмотрим то есть интересно то есть они сделали минимум возможно не что-то сделают интересное реализируют в этой новой локации вот это вот интересно вот этот храм славы что это такое пока непонятно ну будем ждать уже завтра обновы и затестируем в общем завтра будет думаю интересно весело посмотреть все пишите комменты ставьте лайки ждем обнову посмотрим что это такое будет очень интересно всем удачи всем пока